Друзья, всем привет! Меня зовут Денис Колесников, и это программа «Сериальный трындец». Все, что вы хотели знать о мире сериалов, телевидения и кино в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня в новостях. У сериала «Как я встретила вашего папу» вновь поменялись сценаристы, но создатели не сдаются. Вышел новый трейлер четвертого сезона «Черного зеркала». Кевин Костнер возвращается в роли крутого ковбоя в вестерн-сериале «Еллоу Стоун». Ну а Адольф Лунгрен снова сыграет Ивана Драго. Итак, у сериала «Как я встретила вашего папу» вновь поменялись сценаристы. Да что ж такое-то, Денис, они его вообще когда-нибудь выпустят или нет? Ну вообще собираются, по крайней мере в производство-то точно хотят запустить. Новым сценаристом спин-оффа «Как я встретил вашу маму» станет Элисон Беннет, которая ранее занималась сериалом «Ты воплощение порока» Дэвида Фолка. Напомню, что это будет уже третья попытка запустить этот сериал в производство. В 2014 году авторами были оригинальные сценаристы «Как я встретил вашу маму» Картер Бейс и Крейг Томас. Тогда даже была снята пилотная серия, но телеканалу CBS она почему-то не понравилась, и они решили отказаться от показа у себя. А что не так-то было, Деня? Да на самом деле все было так. В главной роли там снялась Грета Гервик, ну а закадровую рассказчицу озвучивала сама Мэк Райан. И тем не менее CBS этот проект завернул. Далее задело взялись сценаристы комедийно-драматического сериала «Это мы» Айзек Аптакер и Эллен Бергер, но и у них что-то не получилось. И вот теперь третья попытка. Что получится у Элизабет Беннетт – поживем-увидим. А вообще мне интересно ваше мнение. Хотели бы вы увидеть этот спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму» под названием «Как я встретил вашего папу»? Пишите в комментариях под этим видео все, что вы об этом думаете. На днях в свет вышел трейлер ко второму сезону детективного агентства Дирка Джентли. Напомню, что первый сезон этого шоу стартовал 22 октября 2016 года на канале BBC Америка. Этот фантастический сериал, основанный на сериях Ник Дугласа Адамса, довольно-таки быстро набрал популярность среди зрителей. К тому же в нем участвуют два отличных актера. Сэмюэл Барнетт играет самого Дирка Джентли, ну а роль вынужденного напарника детектива Тодда играет Элайджа Вуд. Фродо значит день, да? Ну не Фродо едином у нас Элайджа. Он, кстати, и в сериалах частенько появляется. Если вас интересует дата выхода второго сезона, то тут все очень просто. 14 октября 2017 года. Именно тогда этот сериал выйдет на канале BBC Америка. Стриминговый сервис Netflix в очередной раз шокирует нас кадрами. На этот раз кадрами из четвертого сезона «Черного зеркала». Этот британский сериал вот уже три сезона показывает нам наше общество, так сказать, в разрезе. И пугает там отнюдь не мифические страшные создания, а вполне себе начинающая окружать нас всех цифровая реальность. Сквозная тема всего сериала – это влияние информационных технологий на человеческие отношения и современную жизнь. С серией там никак не связаны друг с другом, не совпадают ни места, ни имена, ни даже актеры. Каждая новая серия – это, если хотите, новый мини-фильм. В четвертом сезоне этого шоу засветились несколько голливудских актрис и актеров. Например, в режиссерское кресло одного из эпизодов сядет Джоди Фостер. Ну а Кристин Миллиоти, та самая Трейси из «Как я встретил вашу маму», сыграет в одном из эпизодов с Эндрик Гауэром – это тот, который снимался в «Чужестранке». Фанаты по традиции ждут новый сезон в октябре, но сам создатель этого шоу Чарли Брукер эту информацию не подтверждает. Новый вестерн с Кевином Костнером запущен в производство. По словам создателя этого нового шоу под названием «Еллоу Стоун», съемки буквально на днях начнутся в штате Юта и продолжатся до октября этого года. Всего планируется 10 серий, ну а результат зрители смогут оценить уже следующим летом на канале Paramount Network, ну а в России, скорее всего, на телеканале Spike. В этом шоу Кевин, батя наш Костнер, играет простого, казалось бы, владельца ранчо, который граничит с национальным парком «Еллоу Стоун», что, конечно же, находится в Соединенных Штатах Америки. Так вот, в какой-то определенный момент нехорошие люди хотят забрать у него землю и его ранчо, и вот тогда Кевин, а точнее Даттон, начинает бороться с этими нехорошими людьми, ну а как вы знаете, если Кевин Костнер берется за ружье, то жди... Что даст жару, старичок? Ну да, что кому-то прилетит соль в пятую точку. Да и вообще Костнеру не привыкать играть крутых обоев. И про кино. Дольф Лунгрен готовится к возвращению в роли Ивана Драга в фильме «Крит 2». Спортивная драма будет, как вы уже догадались, продолжением фильма «Крит. Наследие Рокки», и это будет уже восьмая часть во всей истории про Рокки. Главной роли в этом фильме сыграет Майкл Б. Джордан и Сильвестер Сталлоне, последний, кстати, будет еще и исполнительным продюсером этого фильма. Выход второй части фильма «Крит. Наследие Рокки» намечен на 2018 год. На сегодня у меня все. С вами был Денис Колесников. Это была программа «Сериальный трендец». Как всегда, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, потому что именно тогда вам придет уведомление, что вышел новый выпуск. Ну и вообще подписывайтесь на меня в соцсетях. Вот здесь все написано. Счастливо, друзья. Пока. Озвучено по версии Куку Кураж Бомбей. Продолжение следует...